Директор сказки Юрий Любаров приглашает творческих Одаренных людей создать из снега, который Засыпал наш город, что-нибудь Скульптурно-сказочное Снега много и вместо того, чтобы вывозить Его, предлагается создать парочку-другую Снежных шедевров, так сказать Я согласен, что в принципе пока По поводу снега не вывозят в городе Это вот с этим согласен Слушай, а можно знаете, что сделать? Общагу Сделать общагу из снега, вот по крайней мере До весны, собственно, можно будет селить людей Тургистов, по крайней мере Температуры в реальных общагах И в общаге снега будут примерно на одинаковых Наверное, даже выше, потому что, собственно Снег хорошо сохраняет температуру Холодную, да, но тем не менее сохраняет А вот в такую погоду на трассе Одесса Николая в несколько раз Застрял глава Мининфраструктуры О чем он сообщил у себя на страничке в Фейсбуке Всех волнует вопрос Изменится ли ситуация на дороге И прямого ответа, естественно, у нас не последовало Но зато он там в конце Сообщение, он очень хорошо написал Не выходите из дома, берегите себя Да-да-да, берегите себя Вот все, чем может пока на Мининфраструктуре помочь Это пожеланиями Но с другой стороны, собственно, хвала ему почет За то, что в такую погоду Так сказать, на собственном опыте проверил Что действительно дороги занесены Не побоялся И сделал для этого все возможное Как вы думаете, в такую погоду что блондинки делают? Ну, одна сидит, новости пишет Меня не берем в учет Упустим этот момент Куда тебя отпускать у тебя условное? В своем уме Ну, так как вы думаете, какие у вас варианты? Блондинки, на самом деле Если блондинка лежит в снегу, кажется, что она лысая Нет, а я, кстати, не склонен разделять там на какие-то касты, категории По поводу цвета волос и так далее Ну, какая разница, блондинка, брюнерка Хорошо, тогда вот, слушайте, Николаевский... Лишь бы человек был хороший Это про меня сейчас, да? Ну, практически Там, где человек про тебя, там, где хороший про Миша А, ну, хорошо, хорошо, я согласна Николаевские блондинки, вооружившись лопатами Присоединились к процессу уборки снега на намыве Большинство мужчин не только не одобрили эту идею А попытались отговорить прекрасный пол, убирать снег И некоторые проходили вообще, опуская голову вниз Как вам такое? Знаешь, почему? Просто жена говорит Вынеси ты эту елку, наконец-то Говорит, а он не выносит елку Он говорит, я тебе даже дорогу расчистю Только давай избавимся от этой елочки Нет, на самом деле они молодцы, я считаю Да, сто процентов Потому что действительно нужно брать в свои руки лопаты В данном случае И, так сказать, где сначала была метла Сюда мойка и так дальше А теперь уже и вот так вот То есть тебе просто, ну, то есть Нафиг я это буду делать, если есть блондинки, которые нормально разгребают, да? Нет, нет, нет Я из тех, кто проходил и опускал голову просто мимо Понятно Артем, у меня есть идея еще круче, как можно это проверить Так, так Нужно отправить курьера с новой почты на почту для того, чтобы он узнал, он работает или не работает Можно сову отправить еще Есть сова? А что делать, если у меня почта в моем дворенах? Повторю вопрос, есть сова? Потому что, мало ли С собой-с собой нет, кошка есть Тогда нужно электронное письмо отправлять на почту, спрашивая, работает ли это отделение в этот день Вот так, да Так вот сложно воспользоваться услугами курпочты Да, и заключительная новость Известный британский ученый Стивен Ходкинг предсказал конец света По словам ученого, неизбежный крах планеты Земля произойдет в ближайшие тысячу, ну или десять тысяч лет Приблизительно, да Ну да, так примерно Коммуналка в Николаеве подешевляет, подешевеет в ближайшие десять или тысячу лет Про курс доллара тоже говорят Примерно Двадцать тира шестьдесят Я думаю, что после Нового года, вот собственно, буквально, если нету, то курс доллара будет от десяти гривен до тысячи Да Плюс-минус А спасение человечества он видит в переселении, собственно, с Земли Вот, в течение ста лет В течение будем переезжать Земли в Киев В течение ста лет мы не сможем основать космические колонии, так что нам стоит быть очень осторожными Предупреждает ученый Ну, конечно, блин Ему бы об этом и не знать, собственно, на это человеку, который забрел теорию о черных дырах, да Нет, на самом деле, конечно, было бы прикольно основать какую-то колонию на Марсе Уже сейчас И так, ну, не на дачу, а на Марс Смотри, мне кажется, что Стив имеет в виду, что, собственно, с Земли надо переезжать Слышишь, 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 Слышишь Просто Слышишь Пересекаемся Вот, нужно с Земли переселяться на водопой, туда, на космос, понял? На космос, там ничего не случится Да, там уже, наверное, лет 10 ничего не случается Безопасное место Николаеве безопасно, дорогие телезрители Поэтому оставайтесь с нами и не вздумайте никуда уезжать из Николаева Бегите! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok